Внимание, внимание! Сегодня произошло непоправимое. 27 июня 2015 года в Нидерландах был арестован известный журналист Анатолий Шарий. Об этом сообщили украинские СМИ. Давайте прочитаем эту шокирующую новость. Европейское турне Толика Шария подошло к концу. Журналист Анатолий Шарий сегодня был арестован прямо на улице в Нидерландах. Пишет на его странице в фейсбук Ольга Бондаренко. Подъехал полицейский, спросил документы. Толя дал права, приехала машина с отпечаткой его фото. Надели наручники и увезли. Они сказали, что в Голландии он ничего не сделал. Его разыскивают на территории Украины и просят его выдачи. Через пару часов Анатолий Шарий на своей страничке в фейсбуке выдал опровержение. Мол, он прочитал очередной фейк об его аресте в украинских СМИ и по этому поводу очень негодует. В очередной раз прочитал в украинских СМИ о своем аресте. Меня коллега спросил, а зачем они это делают? Ну как я могу прочесть мысли земляных червей? К примеру, ждите, готовлю новость деятельства для правозащитных организаций. Но теперь серьезно. Давайте посмотрим, какое украинское СМИ распространило эту шокирующую новость. Новость об аресте Шария 27 июня 2015 года распространил какой-то говносайт под названием «Спектр новостей», который лично я увидел сегодня впервые в жизни. И, собственно, об этом сайте я раньше ничего не знал. Не совсем понятно, кто этот сайт вообще читает. И, скорее всего, этот сайт читает сам Анатолий Шарий. Потому что если бы не Анатолий Шарий со своим постом на Фейсбуке, то о его новом аресте, видимо, так бы никто и не узнал. Не исключено, что эту новость разместил сам Анатолий Шарий или по его просьбе разместили его коллеги или знакомые, которые создали этот говносайт. Что интересно, что эта новость абсолютно точная копия новости, которая была размещена в 2013 году. Давайте прочитаем. 17 июля 2013 года, ну, грубо говоря, два года тому назад. Известный украинский журналист Анатолий Шарий сегодня был арестован прямо на улицах Нидерландах. Пишет на его странице в фейсбук Ольга Бондаренко. Подъехал полицейский, спросил документы. Доля дал права, приехала машина с распечаткой его фото. Надели наручники и увезли. Они сказали, что в Голландии он ничего не делал, его разыскивают в Украине. То есть, абсолютная точная копия перепечатка двухгодичной новости. Но теперь возникает вопрос, а кто изначально распространил, собственно, эту новость? Давайте посмотрим первоисточник. Как видно, эту новость фактически была размещена 17 июля 2013 года на страничке самого Анатолия Шария. О том, что он арестован в Голландии, его хотят выдать, и Литва не может помочь. Это подписала Ольга Бондаренко. А как мы знаем, Ольга Бондаренко это девушка Анатолия Шария, которая с ним сожительствует. И, собственно, помогает ему делать материалы. Отвечая на вопрос Анатолия Шария, зачем они это делают, я могу сказать, о чем они это делают. Анатолий Шарий просто в очередной раз решил привлечь к себе внимание. Потому через какой-то говносайт спектр новости распространил фейк своей девушки, которую она же написала на его страничке два года тому назад. Вот и задавайте вопрос Анатолию Шарию, зачем он это делает. Анатолия Шария, зачем он это делает.